Приветствую всех на WorldSuits Online, записи, обзор. Решил все-таки записать. Немножко приболел, поэтому на прошлой пятнице обзора не было сразу за две недели. На этой неделе из интересных отчетов по киномическому календарю стоит отметить изменение уровня занятости Австралии. Вроде бы, что здесь такого, количество занятых в Австралии, которые находятся на другом конце планеты, но минус 146к при прогнозе минус 90, то есть практически в два раза больше, чем вообще ждали. И такой сильный скачок безработных, грубо говоря, незанятых людей. С начала, когда был локдаун с апреля или мая 2020 года, там было минус 600к. Не было ни разу, то есть было минус 30 один раз и все. То есть какой-то прям коллапс произошел на территории Австралии. Очень сильный скачок не устроившийся на работу. С чем это связано, пока неизвестно. Я, в принципе, сильно не изучал этот вопрос, но такой не особо приметная отчетность, но может дать пищу для размышления. Значит, в среду, 15 сентября, объем промышленного производства Китая ждали 5,8, а читались 5,3 при предыдущем 6,4. В целом 5,6-7 процентов объема промышленного производства. Это их среднестатистический показатель. И отметка 5,3 красным цветом, это не критическое значение и не плохое. Так что не стоит на это обращать внимание. Значит, США число первичных заявок на пособие по безработице тоже не реагируйте. Это в целом как бы все остатки за уши притянуты. Значит, 4 октября приглашаю всех на открытый вебинар. Будет очень интересная тема, которая касается... Нет, оставлю ее все-таки немножко инкогнито. Такая таинственная тема интересная. То есть из личных исследований и выводов, наблюдений. Поделюсь кое-какими наработками. На следующей неделе крайне важные два дня. Это среда и четверг. Если вы хотите запрыгнуть в уходящий поезд, то вполне может быть, что в среду или четверг начнется ключевая тенденция, тренд декабрьского контракта. Напомню, что те, кто были в теплых краях, отдыхали, только вернулись и приступили к торговле. Квартальные аффичи перешли на декабрьский контракт. Лето позади, ушло в историю. И непосредственно какие-то уже перешли, какие-то только начинают. Поэтому эта катавасия две недельки будет, она уже заканчивается. И, соответственно, в начале контракта зачастую хорошие катализаторы информационные. Если попадается, что это решение о просадной ставке, лучше не придумаешь. Так вот, 22 сентября отчитывается Фомка, Федрезерв. Решение по просадной ставке 21.00 по Москве. Оставьте себе напоминание. И сразу же в этот день, 4.30 утра, Китай. Процентная ставка 22 сентября. То есть, два гипергосударства, один очень-очень рано, второй очень-очень поздно, отчитываются по процентной ставке. И в четверг полировочка. Там Швейцария еще просадная ставка. Это в 10.30 утра. И Британия, Англия. Владыка всех колоний на планете. Или же... Значит, 14.00 23 сентября. Вот эти два ключевых дня на следующей неделе будут. До этих двух дней, до среды и четверга, рынки могут просто меланхолить, боковушка. Если не будет притока объема до 23 сентября, просто будет коридорное дрейфование. В общем, как угодно. Пила, забор. То, что вы сейчас наблюдаете целую неделю. То есть, если вы на этой неделе все-таки попробовали спекулировать, то могли быть не очень утешающие итоги. Так вот, не стоит пропускать руки. На следующей неделе начнется уже движение. То есть, участники рынка получат зеленый свет на продолжение тренда, если процентные ставки не изменятся, ну, не повысят. То есть, если оставляют на том же уровне, следуем тому же плану действий и, соответственно, дальше в током же дуке. Соответственно, какая-то предварительная коррекция сброста парей. Те, кто все... Если все набросятся на покупку, без этого никак, то думайте своей головой. То есть, обязательно все всю толпу накажут, потом может пойдет, пойдет рост. Поэтому адаптируйтесь и быстро реагируйте на сильные изменения по волатильности. Вообще, в принципе, в среду заходить в позиции перед фломкой можно, но небольшим лотажом я бы, вот если бы рисковал, то небольшим лотажом. Где-то, наверное, в пятой части от силов объема, который выводит на рынок. То есть, наша компания не более. То есть, небольшой. И то под чутким присмотром и ни в коем случае не оставлять такие позиции без стоп-ордеров. А в четверг уже можно будет после отчета Англии. Ну, собственно, если Федрезерв не изменит, то и Англия тоже следом не поменяет. В общем. Ну и в пятницу там выступление ФРС Паула, но это уже вторично. 14.00 в четверг, 21.00 в среду. И плюс еще Китай 4.30 в 22 сентября. Все, что будет до среды, в принципе, второстепенно. Итак, по понедельнику в Китае, в Японии, кстати, выходной официально. Поэтому мы будем торговаться без Востока. Окей, 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 окей. Так, ну, в общем-то, кошмарики закончились. И не пропустите. В среда, четверг будет раскачка. И, собственно, первые ударные трендовые дни. И, соответственно, вброс кэша. Так, начнем с первого, с нефтянки. Да, перед тем, как перейти на нефтянку, хочу, чтобы вы обратили внимание на Финвиз. Ну, в общем, там по фондовому рынку потихонечку фиксится. В любом случае, кошмарив с локдауном, разные военные конфликты. Перед, после лета, в принципе, был такой более-менее щадящий рост. Поэтому фиксации на фондовом рынке вполне и сезонно, и в конце квартала. Это вполне в порядке вещей. Самое главное, чтобы они не были массовыми и по всем секторам. Так вот, из замеченного 16... Нет, не 16 сентября, а Сергей Блинг 13-10 сентября фиксился по своей компании. Это из таких прям топ-звезд, которые здесь замечены в последнее время. Потом, здесь еще раз, это было 10 сентября. Цукинберг, причем я наблюдаю его все лето. Он потихонечку, как этот паучок, фиксируется аккуратненько, чтобы сильно не привлекать внимание. В фейсбук он фиксит очень уже давно. Целое лето, вот по чуть-чуть, вот так вот, маленькими порциями. Так, ну, в целом, покупают биотехнологии. Очень много и IT-ф сектора потихоньку фиксится. Таких прям... Значит, Scara, Sano покупает. То, что будут покупать сейчас. А фиксации идут по всем направлениям. Все по чуть-чуть, в общем, перестраховываются и правильно делают. Я думаю, что вы на их месте тоже бы потихонечку фиксились. Тем более, такой вот раздутый пузырь фондовый. Чем черт не шутит? Так, это по наблюдениям и по фондам рынков. Так, теперь нефтянка. Кстати, из таких небольших исследований, наблюдений, Роснефть и Сбербанк с марта 2020 года в очень плотной корреляции. Не прям, не разлей вода. И те, кто ищет хорошие такие маячки с фондового рынка, обратите внимание на происходящее на Роснефть. Именно на стаке. Не на фьюча. Именно посмотрите стак. Обратите внимание, это ликвидность, которая была в конце 2020 года. Вот здесь вот тарили в 3.84. То есть, это все на покупку заходило. Вот это от сессии, таймфрейм, дневной таймфрейм. То есть, вот в конце 20-го числа, то есть, вот ноябрь, это все дело прикупили. Перед зимой нормально, вполне адекватное решение. Потом по ходу температурного режима подбрасывали дровишек. Ну и, соответственно, уже там в районе мая, в апреле идет сброс. В районе июня пошел недельный фикс. Так вот, значит, объемы здесь в районе 700к. В кэше. Вот такого формата у нас был оборот. И вот происходит скачок. Я пока еще не вникал вовсе подробности. Если это скачок по ликвидности, то это явно армагеддон какой-то на Роснефть. Я уже неоднократно про Роснефть рассказывал. И вот такая активность с начала сентября. Роснефть просто тарит кто-то каждый день. Просто. По 8 сентября. Потом небольшой перерыв. Пит-стоп. Никуда не ушли. 13 числа еще 800к дисбаланс. Ликвидность. Был скачок. Вот 26 миллионов. Это было 15 числа. Возможно, это на фоне какого-то афганистанского конфликта. Возможно, северных потоков. Возможно, из-за каких-нибудь других причин. Но в целом тарят по 5-4-4, 5-5-5. Вот этот коридор. Возьмите на заметку. Ориентируйтесь на него. В целом, если стакт не будут отпускать ниже. Плита. В общем, маячок зафиксирован. То есть, активность крупных игроков на Роснефтье детектит. В общем, вот такие вот информационные маячки. Так, ну, в общем, дальше что с этим делать, я думаю, вы сообразите. Селька. Склейка этих контрактов. Значит, по ликвидности тишь да благодать. Ждем непосредственно Фомку и Банк Англии. Владыку всех колоний на планете. Соответственно, были крупные биктрейды на той неделе. Парочка замечена. Протестили уровень поддержки 67.25 и 67.75. Его уже два раза протестили. Причем оба встретили с повышенным объемом. Это подчеркивает, усиливает как бы к этому уровню отношения. Ну, в целом, и итогово здесь 68.00 очень плотненько байерами 67.5. То есть, этот уровень, берите, это еще будет неоднократно на этих диапазонах замечаться активность байеров. Потому что здесь уже, ну, если брать технический анализ, вот, вернее, даже не технический, а графический анализ. То есть, тут прям отпечаталась уже голова и плечи. Давайте, возможно, опять же, в чем беда графического анализа, это субъективно. Можно эту шею прочертить. И так, и так, но, в общем, левое плечо, голова, правое плечо. Это графический анализ. С точки зрения объемного анализа, если вот сравнить. Здесь, где-то там. Вот, у нас получается коридор очень плотненько проторговали. И идет защита. То есть, в целом, сбросили всех по стопорям, вернулись на этот же уровень и дальше загружают. И пошло расширение. Тут, в общем-то, и без технического анализа по 74.00 это будет крайне важный уровень. Дальше у нас, получается, идет поддержка, которую вот я отметил на уровне 70.70. И 71.25. Это диапазон поддержки, который мы будем отслеживать буквально до среды, четверг. На следующей неделе это будет активный уровень. Также стоит отметить диапазон 68.2, 67.5. Это непосредственно уже локально крупный уровень. По дельте. Значит, активность достаточно плотная идет по байрам, такая скуденькая. Но 2.8.17 числа очень сильный дисбаланс пошел перед выходными. Но это в порядке вещей. На хаях у нас, получается, идет 72.5, 72.35. Это диапазон. Ну, я думаю, что это фиксация явно. То есть, 4-5 дней у нас идет шорт. И дальше у нас идет такой интересный уровень. Это 71.2 по 70.7. Ну, в целом, здесь 71 очень отличилось. То есть, если на следующей неделе байры не пустят ниже вот этого диапазона, то в целом у нас есть хорошая поддержка. И если будет повторная защита в таком же ключе, как здесь, либо же второе тестирование на этом уровне, то есть, вполне можем продолжить рост. В противном случае, если пробивают уровень 70.5, тогда уже ждем их на этой плотной поддержке 67.5-68. По открытому интересу у нас переход на новый контракт. Открытие позиции вышли уже на 420к. И по дельте, опять же, здесь фиксация. Вот 15-го числа это было 3.3 и непосредственно 2.6. По ликвидности идет буквально последние три дня. Самый сейчас оборотистый период. И, соответственно, эти три дня у нас, по сути, такие нейтральные и две очень агрессивные дельты на шорт. То есть, вот на новом контракте с поставкой в ноябре идут вот такие уровни сопротивления 72.1 по 72.5. Это у нас идет очень жесткая локация на сопротивление на новом контракте. До этого была склейка. На новом контракте 71 тоже еще проторговали байеры, но не так ликвидно, как уровни на хаях. Я уже неоднократно предупреждал, что в сентябре, в октябре, то есть, в целом, перед зимним, перед холодным сезоном зачастую устраивают войнушки, политические разные конфликты. В общем, все, что угодно, что может поднять стоимость барреля нефти за бочку и, соответственно, по этим ценам продать контракты с поставкой уже в холодный период. Поэтому удерживать на 74, 75, 76, 77, я думаю, до, наверное, средины октября будет актуально и тут как раз Афганистан невзначай появился, ну и так далее. В общем, поэтому в какой-то рост, там, может, вполне... То есть, если бы я был страной, то есть, управлял страной, которая добывает нефть и всей планете газ и нефть нужна была, я бы каждый сентябрь устраивал какие-нибудь военные парады, военные, там, учебные. И, соответственно, либо танкер поставят посреди канала, создадут проб. Ну, в общем, понаблюдая, если вы торгуете нефтью, вспоминайте, каждый, каждый с начала осени всегда какой-то военный конфликт, какая-то очень опасная ситуация с поставками нефти, и нефтетрейдеры начинают раскачивать сильно стоимость барреля нефти. Ну и потом она успокаивается. Так, газ там очень сильно в скачок произошел. Значит, уже неподдержки отметил. Двигаемся дальше. Биткоин. Биткоин. Перед вами сейчас котировочка story. Сейчас вернем обратно. Биток цемешный. По вашим просьбам можем, в принципе, вернуть бинансовый. Поток объема с биржами на крипто. Ну, я пока еще склоняюсь к цемешной. Хотя, в принципе, там по общему анализу не сильно разнилась ситуация, где были там большие спросы или большие предложения. Итак, здесь у нас сентябрьский контракт. Третью недельку торгуется в более-менее своем среднестатистическом объеме. Подключился у нас пока 7 сентября. Такой резкий скачок. Причем, ловили потом в конце дня. Весь объем там оставили. На прошлой неделе как раз из 5 сессий, даже 3 сессии ушло на сбор всех селеров, которые запрыгнули на продажу. И, в общем-то, если посмотреть по открытому интересу, набор позиций уже в начале сентября делали. И в связи с вот этим резким скачком, который явно всех немножко взбудоражил, кто-то зафиксировался, и видно, что по биктрейдам большие точечные сбросы идут. Но потихонечку всю эту локацию выкупили. И вот на этой неделе как раз 3 сессии даже немножко показали рост. Причем с ростом небольшим, конечно, но открытого интереса. То есть, если понаблюдать начало контракта, они в аккурат немножко стартанули. С 44 до 48. Потом немножко откатились. И по дельте у нас получается конец августа. Раскачали потом в начале сентября. 1 сентября закупочка была по дельте там 46. Ну, там еще не полностью по объему перешли. Но уже были дисбалансы. И непосредственно до 7 числа резкий сброс. Здесь началась лавина, у кого были покупки. Салмаркеты начали простреливать. И тут полнедели, грубо говоря, был разбор полетов. Всех аккуратненько подсобрали. Заметьте, что здесь даже есть итоговые, если включить по дельте, уровни, которые очень отчетливы. 46-ю, то есть, круглые ценники собирали просто за милую душу. То есть, вот даже весь этот шертовой, как бы, трехдневный армагеддон. И вот 13-е число. Обратите внимание, ядро дня. Два хороших уровня по 42 контрактика на покупочку. Это 44 900. Потом у нас идет закрытие, правда, тяжелое. То есть, не на хаях закрылись. А вот ударные 14-е, 14-е сентября открылись. И просто вот как по ноткам закрылись практически у хаев дня. То же самое было и 15-го сентября. Открылись и закрытие было, хоть и не сильно волатильное, но прошли, прошли коридор на 50%, причем диапазону предыдущего дня. И закрылись в потолках. Два хороших продуктивных дня. Этот реверсивный, то есть, это цепочка из трех дней. После вот этого резкого, как бы, немножко встармошили, как бы, общественность, у кого какие сделки, чтобы проснулись, как бы, спекулянты. И, соответственно, опять подтарились. Вот такая вот сейчас картина наблюдается. 16-е у нас, получается, после трехдневного зарабатывания денег, как бы, на росте идет адекватная фиксация. И вот 17-е число, даже при всем при том, идет вроде нисходящая динамика, но она не сильно опасная, не сильно агрессивная, то есть, неударная. И дельта все равно на стороне байера по итогу пятницы. 47-250, грубо говоря, пускай будет даже 47-47-100, это не столь критично. То есть, ставим алерт на 48,5. Это как раз перед процентными ставками в понедельник-вторник могут немножко обвернуться как раз в 48,5. Если там без изменений, соответственно, дальше работает система и финансовая, как бы, это вся, весь аппарат в том же ритме, как бы, и, соответственно, мы можем вполне увидеть продолжение роста крипты. Плюс, и сейчас тоже идет сезонное, квартальное, годовое. Заметно, что фиксируют очень много по фонде на хаях. Ну и явно, потирая ручки на заработанной прибыли, будут, как минимум, хотя бы попробовать инвестировать вот в новоиспеченную чудо-юдо криптовалюту. Поэтому какая-то денежка сюда тоже зайдет и явно раздует цену не только биткоина, я думаю, там и эфиры, и тестами, как бы, именитых, известных и распиаренных электронных валют. Так, это было BTC. В общем, потихонечку, аккуратненько подковыривают. Вот, в общем, Талец, 46,5, 48,500, диапазон, где вот как раз это все и происходит. Самый пик 47,250, 47,600. По сопротивлению, ну, 50,800, это вот эти вот три точки, которые были при сильном падении. То есть, полтос, в общем, встретили вот так вот. Поэтому вот этот коридор, если пройдется, ну, в целом, как бы, в среду, в четверг вы уже будете при деньгах. Если в понедельник зайдете, здесь, если будет Т-46, 700, 46,500 и будут защищать, можно запрыгнуть на покупку и уже ждать 48,500. Может быть, волатильность по типу такой, поэтому будьте осторожны, это спекуляция и риски очень-очень высокие. Чем волатильнее и ажиотажнее торговый день, тем больше можно и заработать, и, ну, и, соответственно, потерять. Если у вас есть хорошие стратегии, как безопасить свои активы, соответственно, не пропустите среду, четверг. Ну, или же потом прокатиться на остаточной импульсивности. Дальше у нас идет золото. На золоте тоже был пидстоп две недели, боковичок, вроде бы, 1800. Такой достаточно уже значимый и интересный уровень. Ликвидность идет ровная, точно такая же, как на прошлой неделе, в районе 150к, чуть меньше, после небольшого снижения с 18-25. То есть мы на этой локации уже стоим, наверное, месяц. То есть это, как бы, учитывая, что ценник баррель нефти уже за 70 перевалил. То есть вот эта локация, она торгуется, торгуется. Попробовали выше 1800. Нефть еще выше, окей. Мы немножко откорректируемся, но в целом не упала лицом грязь. То есть вот этот рост, который начался еще с августа, практически там неделя пидстопа, расширение, неделя пидстопа, расширение. Пока вот резко сбросили до 17-52, но, но, прошу заметить, что здесь, ну, просто идет, как бы, тест, кто у нас на рынке, судя по всему. То есть начало контракта, у кого позиция, кто-то еще не... Обратите внимание, что после вот этого резкого такого гэпа, фактически. Значит, здесь 242 тонны оборот в сравнении с предыдущим днем 130, это у нас декабрьский контракт. И по дельте, обратите внимание, вот этот весь 15 сентября таре цена бай, причем плотно, вот 17, вот под 1800, все скупили. 5 баксов ниже 1800, покупали, ну, в принципе, 14 числа там тоже не брезговали. До этого, на той неделе тоже, на этом же уровне идут покупки. Это было 8 сентября и отчетливо видно 9. То есть уровень тарят уже вторую неделю, но точно так же с криптой решили немножко привлечь внимание, то есть, допустим, если начнется резкий обвал, начнутся эмоциональные, панические входы на продажу. То есть, а, все, те, кто сидит в медвежешкуре, соответственно, ждет вот таких сессий, как только они появляются, сразу же появляется такой первая мысль, все, я был прав, надо шортить. И они запрыгивают в эти шорты, если нет, ну, вот, защитной стратегии, как потом выходить из этой обманной сессии. То есть, ну, ты неоднократно видел и сам такое уже на своей шкуре пробовал. Сразу не стоит на это все реагировать. Посмотрите, во-первых, как день-два еще торгуется, то есть, не спешите. У вас, смотрите, три дня, то есть, здесь покупают, вот это все, что летит вниз, покупают, причем на 6,7 дисбаланс. Это процентный перевес 2,8%, здесь 1,7 и 1,6 сегодня. То есть, по открытому интересу даже прибавилось позиции, то есть, у нас было 408, ну, на 1 тысячу, но, в принципе, для такого падения даже открытый интерес вырос еще из Дельты на Абай. То есть, в принципе, неделю-то мы начали там 409, закончили 408. При таком резком движении я особо открытый интерес даже не просел. Вот, значит, это вот из пяти сессий три на Абай, именно те, которые ушли на шорт. Локация на поддержку 17,57 я отметил, то есть, четверг собирал все, что вот уронили, все, кто, все, кто покупатели фиксировались, их непосредственно, эти все встречные ордера аккуратненько собрали. Значит, такой плотничок у нас имеется в 17. Давайте лучше вот так сделаю, Вик. Вы сами определите, какие именно диапазоны вам нужны. Значит, вот плотничок 1 и 2 вокруг около 17,64. То есть, здесь даже не около, а можно смело брать 61 по 68, 78 тоже. Ну, здесь такое, скудненькое. То есть, вот этот вот 64 отметилось и 54. Вот эти две в 10 баксов. И, соответственно, коридор 89,95 тоже на этой неделе плотненько тарили, как и на прошлой. Вот этот выход из коридора, сразу же все затарили на бай. Поэтому будет вполне ожидаемо, если цена в аккурат, быстренько вернется во своей оси и мы их увидим на 17,90, потом 1800 и так далее. Поэтому в аккурат, если вы еще не в позиции, присмотрите, вполне интересная ситуация. В момент можно попробовать. Если не пройдут 3,7, то есть 1,377, ну, это я уже немножко заигрываюсь. То есть, в принципе, 17,88, вот там, где у нас селеры были, 17,8,5 и 17,83, то есть уровень сопротивления. 3,7, тут тоже есть шорты небольшие. В общем, если коррекция будет до 3,7 и дальше не пустят, тогда покупки нужно точно без убыток переводить или частично фиксировать и спрыгивать с этой идеей ждать уже в 22,23 сентября. Опять же, напомню, что сейчас все рынки подходят именно к сентябрю, 22,23. Две крупные страны, даже три, Китай, Англия и США огласят процентные ставки. Если без изменений, значит, все идет в том же ключе, как и было до этого. В противном случае действуем согласно плану. То есть, если у нас есть, конечно. Так, рубль. Все ждали, все просили. Значит, рубль по открытому интересу. У нас новый контракт декабрьский. Вот так мы провели лето. Просто такой с 72 с копейками на 73 с копейками. То есть, фактически, можно сказать, gap, да, 74. И у нас по ликвидности. По ликвидности идем чин-чином, то есть, в рамках среднестатистической, нормальной, на фоне даже летнего контракта сентябрьского. Здесь у нас получается июнь добавить. Сейчас добавим. Ну, чтобы сразу контракт прошлый на фоне у него по уровню. Скажу так, что по таргетам, вот я сейчас подгрузится, если посмотреть цели по опционным уровням, вот 97500, вот такие там огромные опционы стоят. И специально отметил 97500 на данный момент. Просто там самые крупные. Далее у нас получается, это текущий декабрьский контракт. Вот, буквально два дня, как только начали какие-то вообще торги идти, этот свежий показываю. И они оба пока на покупку. То есть, открытый интерес только начал появляться, они оба на покупку идут. Значит, мы сейчас будем смотреть клейку по рублю. Вот так себя ведет рубль. Из пяти сессий три на бай, причем все в аккурат 140к и более. Значит, по биктрейдам тоже наблюдается. Ну, во-первых, смотрите, здесь идет скопление, вот, 72500. То есть, кружочки, это крупные единичные трейды. Значит, 73 с копейками, здесь тоже была целая серия покупателей. И вот у нас два дня в одну и ту же цену просто. И там 70 фактически, 2400. То есть, коридор здесь с ним отличился. Потом идет 73, вот, плюс-минус. И ценник 74, и летит, летит, летит. То есть, вот этот уровень точно нужно брать на заметочку, в как-алертик. Уровень поддержки там в районе 130к. Значит, по крупным трейдам у нас макстрейды на той неделе, вот, 6-7 сентября были по 5,7, 200. На этой неделе 4, ну, почти под пятерочку были, вот, вчера, вот, целая серия вот этих биктрейдов. 72, 460, 72, 360. И вот островок на поддержку вот здесь. Но, фьючер не так сейчас информативен, чем об этом всем расскажет нам Spot, да, Томик. Вот эти новые сессии, свежие, на 73, вполне очень лихо встретили байера спокойно. То есть, 72, тут уже 73, их абсолютно не пугало, поэтому вполне динамика может сохраниться вот в этом ключе. после столь неплохого, затяжного, аккуратного, такого спуска с начала июля. Так, Spotius. По Томику. Значит, смотрите, по ликвидности скачков каких-то прям гипераномальных не обнаружено, но в целом, на фоне летнего оборота немножко оборотов выросли, совсем чуть-чуть, то есть, хотя бы выше двух миллионов идет практически всю неделю. До этого было миллион пятьсот, миллион девятьсот, там, плюс-минус. Сейчас вот все сессии, практически четыре из пяти шли на двух с копейками миллионных оборотов. конечно, не триггерная активность, как вот в начале, дай бог памяти, господи, июня, пять сессий подряд, выше трех миллионов все сессии. Это вот старт, это крупный игрок зашел, то есть, вот это хороший триггер, хороший сигнал. Здесь пока каких-то прям банковских, крупных банков не замечено. Идет, чуть поднялась активность, но она не особо отклонилась от 73-й. И по дельте у нас вот такие, в общем, 15-го, 184 на шорт, причем, уровень очень плотно атакует, вот, начиная с 72-75 и 72-65. Здесь селлеров очень много, то есть, обратите внимание, 72-15, 72-1, тут тоже очень просто, уровень шикарный. Ценник добрался практически до 73-й, здесь просто целый блокпост байеров и 73 по 74, наверное, цена может очень легко пролететь без каких-либо проблем. То есть, пятница у нас на байерах закрываем, пятница закрывается на своем хай, но не на хай неделе, но в целом 73-25 вполне допустимая коррекция. Если отпустят в уголь дальше, соответственно, будем лететь как минимум до 74-й. Если 74-ю даже не заметим, то у нас целый открытый коридор байеров до 75-й. В порядке вещей вполне можем такой себе пролет сделать. Это недельку в хоп и потом обратно. Перед процентными ставками только, только, дай. Значит, уровень здесь, как видите, байера уже контролировали. Возьмите на заметку. Раз, защита. Вот, буквально свежее в сентябре. Два, соответственно, берите на вооружение. Так, и по просьбам, не забуду постараться, не забудьте, РТС. Сейчас. Где он тут ровненький? Про Роснефть я сказал. Кто не смотрел с самого начала, перемотайте на начало. Я там интересную находку по Роснефть показал. И там уже делать выводы самостоятельно. Рекомендую сейчас быстренько прошурдить последние свежие объемные активности на фондовом рынке глубок фишек российского фондового рынка. И соответственно сейчас погрузится РТС. Так, есть, погрузился по индексу РТС. Мы сейчас немножко тут приберемся. Итак, площадка на 173 500. Да, что ж такое. Вот он у нас уровень. Это пока склейка. у нас все. Контракт себя отправил в историю. Да, здравствует новый контракт. И свежие прям 175-200. Полетели. А вот уровень поддержки ближайшие 168 по 167 если быть точным 167 650 по 168 500. Это саппортиус. Здесь на том контракте еще. Да. Сейчас проверю еще раз. Или возможно декабрь подгрузился. так. уже свежие уровни. вот они. Так, 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 так. Да, тоже новый контракт торгуется абсолютно по другой цене. И соответственно уровни немножко отличаются. Только три дня как объем вообще взошли на декабрьский. Поэтому возвращаемся к склейке. Тут в принципе пока он не торгуется после процентных ставок. Локаций таких нету плотных. За неделю у нас ядро получилось 174 по 173. Цена пока вот атакует прошлую неделю это 172 300 по 172 800. Причем с дельтой у нас получается ну байер здесь три недели к ряду вот 173 как видите здесь внутри ядра ну как бы не отпускают из виду не упуская точно значит здесь мы отметим сейчас 172 500 172 250 здесь байеры очень часто проявляют свою активность по дельте также сейчас вот отключу неделю плотничок вполне можем еще спасти ситуацию если будут возвращать цену на 173 то то есть это мог быть вполне тест всех байеров которые были еще вот с прошлого контракта уровень то есть они затарятся повторно и вот диапазон 173 172 500 если у них получается затаре если бы посмотрим по дельте что у нас тут да они тарились на бай все в принципе в рамках нормы ну и дельта на шорт этот пролет весь сформировали буквально на дисбалансе штуку это говорит о том что здесь дальше продолжали тариться на покупку но это просто фильм без убытки сработали все кто тут на покупку зашел здесь просто зафиксились ну плюс экспирация здесь поди еще разберись зашли или вышли поэтому последнюю неделю на старом контракте там черт ногу сломен поэтому не особо рассчитывайте найти данные то есть вот лучше смотреть новый контракт там все открывают значит по максимальным трейдом максимальные трейды у нас идут по 500 лошадей тут были даже 700 ну и на этой недельке с худенько 300 300 350 даже были 585 вот этот 585 он прошел здесь вот уровень сто семьдесят восемьсот пятьдесят это непосредственно два раза по пяти 500 и зашло три пятерки здесь зашел в воду уровнем и вот такая у нас картина в целом ничего пока опасного нет посмотрим следующую неделю объем идет ровненький без какого-то гипер скачка без какого-то гипер ажиотажа то есть вышли на новом контракте сейчас все аккуратненько на следующей неделе перед процентными ставками зайдут и там уже будем смотреть то есть каких-то сверх аномальных входов шартов не обнаружено так что спокойно пока держим хвост выше ну и напоследок у нас идет снт по снт новый контракт декабрьский уже недельку как более-менее освоился заняли коридор 44 76 80 по 4424 ценник нового контракта на 10 баксов ниже чем сентябрьский торгуется уровне ну зоны как бы сопротивление поддержки я для вас отметил первая неделя раскачивающая тут ровненько пять сессий просто в аккурат в коридоре одинакового диапазона 109 103 это ну параметра волатильности 82 и 132 то есть но по сути вот это есть самая волатильная сессия которая вот вышла за коридор 4 торговых сессий и оборот составил там миллион восемьсот все остальные были в аккурат тысячу миллион триста миллион четыреста миллион пятьсот то есть без каких-либо скачков или же внезапных вливаний но ну локация за 14 сентября прям тормозили и потом две сессии спокойно не пускали ниже это 44 32 по 38 и на хаяк эти локации прям особенно вот случился шестьдесят седьмой сорок четыре сети ну а топ получается у нас ядро самое вот первое ядро почти под десятку на байрах потом под пятерку уже три четверочки пятерка потом 4 4 4 4 36 это там где дельта больше чем четыре тонны значит тут трешка или ссори 2 300 по шортам смотрите у нас сейчас ценник 44 0 9 и мы вот так вот закрываем неделю то есть выносят всех кто тут покупал а подойти забыл показать дельту да на шортах все 21 тонна это было как раз 15 числа причем open close был на покупку то есть стартанули наверх 44 80 здесь сброс на следующий день еще этот уровень протестили если мы уже рухнули причем кпд просто гипер мощные процентной ставки если не поменяют вполне может быть просто отвлекающий маневр пути по как это было 10 0 9 просто рухнули и перед процентными ставками могут просто вовлечь селлеров как раз встречная заявка собрать всех селлеров и стартовать на север опять же я не призываю на только к шортам или только к покупкам я как раз 100 трейдер который которому нужна разница между суммой айтин и бая на покупку на продажу торговать куда будут толкать туда и будем спекулировать так что не все тоже призываю к такому режиму переходить торговли вообще не париться куда будет идти цена самое главное чтобы она вообще как двигалась тогда мы можем заработать пока цена не когда цена не двигается не зарабатывать не частный трейдер не крупный не банк не инвест и поэтому движение цены выгодно всем поэтому инвест потоки и новостные потоки поэтому все какие-то даже маленькие не новости которые про просто и и яйца выгоденого не стоит раздувают в нос но в средствах массовой информации так что наголо не налазит соответственно или же популяризирует какую-то тему по типу биткоины в общем с вами был не шлемок надеюсь был обзор полезным и он пригодится вам на следующей неделе берегите себя не пропустите в недельку будьте аккуратны и хороших профитов вам 22 23 сентября и последующие дни тоже в общем хорошего уикенда с наступающей осенью и добро пожаловать на декабрьский контракт декабрьский контракт и Продолжение следует...